Одна неделя осталась до пасхального праздника. Мы знаем, что в этот день, 2000 лет назад, Иисус Христос въезжал на молодом масле в Иерусалим. Его встречали пальмами, ветвями. И знаем, что в тот день, в Цветнице, на Булгарске, Иисус влязл в Иерусалим, в Верху Магари. И люди восклицали Осана, Осана Всевышнего Бога. И махали пальмами, ветвями. Сегодня мне предоставилась честь представить одного нашего брата. Он у нас уже проповедовал. Мне вообще нравятся братья из Кавказа. Я когда-то объехал весь этот регион. Я был в Осетии. Был в Абхазии. Был в Армении. Был в Грузии. И... Хочу вас немножечко подготовить. У нас сегодня будет проповедовать брат из Тбилиси. Я приехал из самого, наверное, интернационального города. Потому что в нашем городе жило очень много наций. И мы жили все очень дружно. И украинцы, и русские, и чеченцы, и армяне, и грузини, и корейцы, и казахи, и так далее. Мы все были как одна семья. Ходили друг к другу в гости. Угощали друг друга. И наши дома были все открыты. Я думаю, что это было прекрасно. Я с вером, что это было прекрасно. Один учитель в Грузии. И один учитель в Грузии. Преподает русский язык. Преподава русский язык. И говорит... Показыва. Дети. Дети. Хочу вам сказать един умное вещь. Искам да ви кажа един умное нечто. Вот слова кон, сол, мол, пишите с мягким знаком. А вот тарелька или вилька пишите без мягкого знака. Поэтому, когда брат сегодня выйдет и скажет, вы сол. Из-за того, когда брат излезе сега и каже, видите сол. Сразу про себя. Ну, брат из Тбилиси приехал, все понятно. Поэтому давайте поприветствуем брата Сергея Гурова. Дорогой. Из города Тбилиси. Спасибо большое. Я не кто-то, не смогу. Боже и шалом на всички. Мне очень приятно стоять здесь на этом месте и говорить... Много мне приятно достойно това место и договоря. О том, что очень дорого для меня. За това, което и много скъпу за мен. Несмотря на то, что говорят евреи, он и в Африке еврей. Вопреки, как говорят евреи, и в Африке евреи. Сегодня как раз у нас будет история от бытия до откровения. Днешне говорим за историю от бытия до откровения. Вы же не торопитесь никуда. На ли не брызайте за никуда. Ну и так, мы можем открыть первую книгу бытия. И така некой утворим первата книга бытия. И после того, как Адам и Ева согрешили. И след като Адам и Ева се согрешили. Большое огорчение пришло к Богу. И дошло голямо разочарование в Бога. У него были очень близкие отношения с людьми. То имал много близкие отношения со с хората. И как только лишь произошло это грехопадение. И когда се случат тва грехопадение. То Господь уже заранее подумал. Господь от рано вече се помислил. Как восстановить ее. Эту дружбу, эти отношения. Как восстановить твое приятельство и тези отношения. Когда он проклинает змея. Когото той пру колнея змея. Он говорит такие слова. Это написано в Бытие 3 главе 15 стих. Той казвы следните думе и пиши голову в Бытие 3 глава 15 стих. И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Когда читаем эти слова, многие думают, ну да, понятно. Когда читаем тези думи, много хора си мислят, да, ясно ми. Что здесь может интересно быть в этих стихах, кроме того, что Бог показал нам вражду между злом и добром. Какво интересно может да видим тук, освен, че Господь показал враждата между хората и врага. Но на самом деле здесь написано, что между семенем твоим, жены с семенем. Подумайте внимательно, что произошло. Господь находится в невремени. Господь се намира извън времето, ние го знаем прекрасно. И ще ви кажа, защо така се случва. Вы видите, что здесь написано? Видите, какво пишет тук? Что здесь написано? Какво пишет? Имя Бога. Ют Хей Вав Хей. Которое было написано на арамейском языке. Имято на Господь, което было исписано на арамейский язык. Греците са започвали да изучават християнството и да говорят повече за това. Те наричат това нещо, тетра грамотон. Четири букви. Тетра четири, граматика, букви. Пак тук виждаме Ют Хей. Вав Хей. Вав Хей. Разбираме, че е малко сложно. Нека се стои тук. На самом деле означает Хейю, Бобе и Ехье. Бил, есть и Буде. Означава бил е, сега е и ще бъде. И сега връщайки се към тази тема. Хочу, чтобы вы поняли, что Бог, так как Он был, Он возлюбил нас преди создание мира. Искам да разберете, че Господ не е возлюбил още преди создаването на света. Так как Он был всегда, Он на Голгота и простил каждого из нас. И так как Он есть, мы принимаем с верою это прощение для себя. Ние и с вера приемаме тази проща за себе си. Все происходит в духовном мире. И всичко се случва в духовния свят. Бог так же сказал о том, что Знаете что? Я съединю вас с Богом. Обаче Господ също така казва Знаете ли, аз ще съединя вас помежду си. И люди ждали, кого же Бог посылает. Были пророки. И хората са чакали, кого ще изпрати Бог. Имало и пророци. Имало и царей. И с кого от тях е говорил Господ? На кого е помагал? Только того, кого помазали. Помазали Елея. Само на тези, които са били помазани с мира. Помазан. Это и есть по еврейски машиах. Значи на еврейски машиах. На греческом Христос. На греческий Христос. Мы часто будем сейчас так перебегать. И в рит, вернее арамейский. Малко шестмене мезити. И греческий. Арамейский и греческий. И вот, когда Я вот был в Иерусалиме. И куда-то бях в Иерусалим. Со стороны как раз Илеонской горы. Со стороны как раз Илеонской горы. Я тоже обратил внимание, что вы стоите на горочке. Существует больных внимания, что сме застанали на един Баир. Впереди Иерусалим. Отпред виждам Иерусалим. Подходит Иисус с учениками. Идва Иисус с учениците. И говорит. И казва. Пойдите в селение. И найдете ослицу и молодого ослинка. Отидете до нового поселения. И намерите там магарица со... С маленьким магарицем. Со малку магари. Беби магари. Все точно так же и произошло. И така все и случилось. Пошли ученики. Вы просто представьте, что пошли они... Представьте, что ученицы трыгваты на мир от Това магарица. И приводят к Иисусу Христу. И говорят про Иисус Христос. Самое интересное. Кто им дал? Вот представьте, вы подойдете сейчас в машину. Скажете. И найдете интересное тое. А кто нужна Господу? Кое им гея дал тези магарица? Представьте, сега просто доутидите при някогу и докажете. Дай Микулата. Си трябва Микулата за Божьи дела. Но для того, чтобы понять, что там произошло. Мы должны вернуться к пророкам. Задо разберем, какво все случилось там. Трябва да си вернем к пророку. Итак, люди ожидали Мессию. Итак, хората са очаквали Мессия. Про которого написано в Захарии. За кого-то пише в Захария. Давайте поменим все-таки. И я, если можно, чуть подниму, то... Мне очень неудобно. О! Все. Сейчас пойдет. В Захарии девятой главе... В Захарии девятая глава? В девятом стихе... В девятом стихе... Написано было... Пишет. Ликуй от радости тщерь Сиона, Торжествует тщерь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, Праведный и спасающий, Кроткий, сидящий на ослице, И на молодом ослице, сыне под Еремной. Прочитали, да? Итак, смотрите. После этого пророчества в Израиле запрещено было покупать отдельно осла или маленького ослика. Должен купить сразу двоих. Потому что это считалось, что ты мешаешь исполнению пророчества Божьего. Когда же ему подали этого ослика, там он сел на него, ну, помните, да, по фильмам, заходит в Иерусалим. Начали люди срезывать пальмовые ветви. Кстати, сейчас в Иерусалиме немного этих пальм в городе самом. Потому что все из камня построено. Вот. Но они некоторые клали еще из своей одежды. Потому что они его приняли за Мессию. Для того, чтобы еще раз понять, что там произошло, более подробней, я снова вернусь к бытие, но уже к 21 главе, когда идет благословение ой, 49 глава, извиняюсь. Я тоже думал, что-то... 49 глава с 9 стиха. Это благословение Иакова всех своих детей. Но я хочу, чтобы вы послушали внимательно благословение Иуды. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очресил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Смотрите. Идет благословение сына, а идут пророческие слова. Иуде, благословение сына, как слышно сказано в пророческой думе. Иуда, лев. Запомнили, да? Лев. Вы слышали, что Иисуса даже называют лев с колена Иудина. Не отойдет от него скипетр. Это означало, что от Иуды будет царство. Царство, да. Итак, люди читали Тору, они знали, что было написано, но никто не думал, к чему это все написано. Даже один из самых больших проповедников того времени и пророков Исайя. 11 глава. Исайя, 11 глава. Дома легче получалось, микрофона не было в руках. Пишите, более 70. Да, в 11 главе. За 700 лет до рождения Иисуса Христа пишут такие слова. Первый, с первого читаем мы. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Когда читаешь на русском, я не очень сильно понимаю смысл этого пророчества. Но получилось так, что когда я с одной сестрой читал на иврите, я нашел доказательства всей моей мысли. здесь написано и произойдет отрасль от корня Иисеева. Отрасль или росток на иврите означает нацерет. А помните, кем был Иисус? Из Назарета. Смотрите, за 700 лет город еще не существовал. А пророк уже говорит, что будет нацерет из корня Иисеева. Если вы почитаете самое неинтересное это родословие в Новом Завете, вы поймете, что Иисус является по родословной от царя Давида. Когда же после всех этих событий, которых я снова возвращаюсь, заходит Иисус на осленки. Дети уже говорили Асана сыну Давидову, да. Еще раз хочу напомнить о том, что Асана ощеяна это спаси нас сейчас. Это не возглас Вау, сын Давидов, уху, там это, не. Они обратили внимание, что сын Давидов спаси нас сейчас. Вот, что означает ощеяна. А теперь представьте, что до Иисуса было много других мессий, которые тоже так же приходили, все читали, все брали ослика, заходили, показывали, что они что-то из себя представляют, но как только лишь убивают самого главного, движение останавливается, все остальные разбегаются. Точно так же должно произойти было и в этом случае, если бы не одно но. Это как раз написано в Новом Завете. Когда Петр Петра Иисус спросил, говорит, за кого ты меня почитаешь? Мне не важно, за кого другие меня почитают, за кого ты меня почитаешь. И он сказал, ты Иисус Христос, Сын Божий. Смотрите, он понял это, до него дошло. Это был простой рыбак, он не был раввином. Господь много раз будет говорить о том, что благодарю тебя, что ты открыл им, а те, которые знали закон, они не поняли этого. Ведь когда нам нам говорю, в синагоге, когда проповедовали о законе, все преклонялись перед законом, но ведь целью закона Моисея было выявить греховность человека. И не только лишь неевреев, но и самих же евреев, и они это понимали. Когда же Иисус, я так перебегаю, но держу одну ниточку. заходит значит в Иерусалим, он разгоняет в храме этих продавцов, да, знаете, наверное, ничего не изменилось, кто был в Иерусалиме, как заходишь и в Ядела Россо, и другие улицы, это просто базар. Я не буду говорить много о том, что Господь там сотворил после вечерю свою, сделал седр на Песах, но я хочу уже потихонечку перейти к тому, что когда в Иоанне, во время того, как Иисус зашел, то есть такое интересное место в Иоанна 12 глава, когда в 28 стихе написано «Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глаз, прославил и еще раз прославлю». Имя Его, помните, да? Я его сначала вот здесь прилепил. Запомнили, да? Теперь смотрите дальше. Когда мы читаем о том, что это уже 18 главе той же главы Иоанна. Нет, 18 глава с 5 стиха. Уже я так быстро прохожу, до откровения чуть-чуть осталось. когда же Иисус Гефсимании молится и приходят за Ним, да? Там так описано, что Иуда знал то место, пришел туда с отрядом, воинов. Я это пропускаю. И вот с 4 начну. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им, кого ищите? Войны идут с факелами, ночь Гефсимания. Иисус говорит, кого ищите? Представляете, воинов, которые идут для того, чтобы арестовать. Это определенный отряд. Ему отвечали, Иисуса Назорея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. Я прочитал неправильно. Теперь я читаю, как там написано. Ему отвечали, Иисуса Назорея. Иисус говорит им, это я. Увидели разницу? Знаете, почему? Это был лев с колена Иудина, и вы об этом прочитаете в следующем стихе. В шестом стихе написано, и когда сказал он, это я, они отступили назад и пали на землю. вы можете себе представить. Вот он лев с колена Иудина. Войны упали. Отчего? Это я? Дальше опять спросил их, кого ищете? и они сказали, Иисуса Назорея. Они в шоке. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я, и так, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. здесь Иисус показал себя как агнец. Иоанн так и сказал о нем, это агнец, который берет грехи мира на себя. Его поймали, над ним издевались. очень хорошо Мил Гибсон показал в фильме «Страсти Христа». Многие без слез не могут смотреть, очень действуют эмоциональные, если люди... Представьте предательство и вдруг распятие. Вы верите в то, что все, что происходит, все по воле Божией? сейчас бомбят Израиль, я знаю, что это воля Божия. Там мои близкие есть, я знаю, но я знаю почему-то, но это воля Божия. Без воли Божией ничего нет. К сожалению, сейчас война в Украине. Извините, но это тоже воля Божия. Никто не может этого поменять. Мы не можем это понять. По воле Божией народ, к которому пришел Мессия, которого звали Иисус, вернее Иешуа. Вот сейчас мне они на помощь понадобятся. Я тут видите, некоторые такие волшебные ниточки припасы. Для волшебных ниточек. Так, просто натяни. О, спасибо. Сейчас главное, что не в пол. Сейчас. начало. Что начало. Его звали Иисус. Ишуа. То есть и Иисус Ишуа. Он был из Назарета. Кто был Назарет? Он был царь? Кто был царь? Иудейский. Итак, я даже сделал перевод, не переживайте. Даже ее на проекте Ишуа. Ишуа. Назарей. Назарей. Царь. Царь. Иудейский. Иудейский. Вы помните, кто написал это? Пилат кто-то сказал. Правильно. Когда к нему подошли первосвященники и сказали, что ты так написал? Скажи, что он говорил, что он царь иудейский. Пилат сказал, что я написал, то я написал. Никто не понял, почему написано здесь там было, кстати, написано на трех языках. Я выписал. Значит, было на римском. Вот, может быть, у меня здесь будет акцент, извиняюсь. Езус Назаренус Рекс Ив Дайэрум. Также было написано на греческом языке. Есус Назареус Василиус Иудаиус. Но на арамейском языке было написано Ешуа Ханацри Вемелех Хаегудим. Иисус Назарей Царь Иудейский. Когда же все это произошло, табличку взяли и прилепили ко кресту. Я ее позже прилеплю. Сейчас, одну минуточку. Когда-то люди смотрели на эти слова и не видели то, что здесь спрятано. Я извиняюсь, я люблю мудрить немножко. Вы угадали? Тогда я хочу прочитать вам еще одного из прекрасных пророков, которого зовут Захария. Захария. В 12 главе я хочу, чтобы вы 10 стих если можно посмотрите на экране, вдруг у меня другая Библия. Она дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления и они возрят на него, которого пронзили. Каждый еврей, проходя мимо Иерусалима, так написано, что это было место недалеко от Иерусалима. Все видели эти надписи. Все избыло пророчество Захарии, что узрят на него, которого пронзили. И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне и скорбеть, как скорбят о первенце. в Иоанна 16 главе. Я скоро закончу. Чуть-чуть и до откровения дойдем. Иоанна 16 глава 20 стих. написаны написаны такие слова. Сам Иисус об этом скажет. «Истина, истина, истина, вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Все это закончилось бы печально. Хороший человек. Много добра творил, исцелял, воскрешал, ну, у каждого свои таланты. Но его убили. Убили, положили в гроб. Должно на этом было все закончиться. Но он воскрес. Христос воскрес. Он воскрес, воскрес не на следующей неделе. Он воскрес 2000 лет назад. Когда же я хочу прочитать уже потихонечку к откровению, как и обещал, в пятой главе, в пятом стихе. Ну, давайте с первого, чтобы вы поняли, о чем идет речь. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью печатями, и видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на земле, ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал, это говорит Иоанн, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. Представляете, вы все увидели видение, и центр этого видения книга, но она под семью печатями. И вы ждете, ну что же там, видение книга, что обозначает. И вы видите, что видение заканчивается, а книга закрыта, ни одна печать не снята. Также я горчился и Иоанн и начал плакать. Но в пятом стихе написано, один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Теперь вы знаете, кто такой лев с колена Иудина? Кто такой корень от семени Давидова? И когда в церквах стоит крест, самое главное у христианина это не изобилие или духовные какие-то дары, это никогда не обесценивать самого креста. Свою проповедь я хочу закончить словами из одной песни, это припев крест не украшение и не символ, место встречи гнева и любви, крест не мелочь для христианина, у Христа рожден христианин. Аминь. Спасибо большое. Спасибо.